Музыка На первый взгляд мемориал воинам Великой Отечественной в Кормиловке выглядит вполне прилично. Его оштукатурили, подкрасили, подновили буквы, украсили живыми цветами. Но это только фасад. То, что находится с тыла, местные жители иначе как кошмаром не называют. Взять хотя бы вот это. Это не декоративный элемент, это подпорки, которые держивают стену, чтобы она не упала. Стена памяти, на которой выбиты фамилии кормиловцев, павших в годы Великой Отечественной, вся в трещинах. Фундамент сгнил и в любой момент комплекс может обрушиться. Разговоры о необходимости капитального ремонта мемориала идут уже два года. Но пока местные власти нашли деньги только на краску и две пары металлических опор. И за два года я не мог его развалить, чтобы мы только пришли с этого времени и насчет этого памятника работали и будем работать. И мы доведем его до конца. Уже довели. Комиссия, в которую вошли представители Министерства строительства и культуры, констатировала факт. Сохранить мемориал в первозданном виде невозможно. О том же говорят данные строительной экспертизы. Вместо капитального ремонта памятника чиновники поставили вот такие подпорки, чтобы стена не рухнула. Мемориальная стена, на которой размещены мемориальные траурные надписи, она находится в аварийном состоянии. Что она подлежит однозначно демонтажу. К настоящему времени силами администрации проведены какие-то работы по укреплению. Но комиссия пришла к выводу, что они недостаточны. Что опасность обрушения на сегодняшний день не устранена. Отговорки у местных властей стандартные. Нет денег, проблемы с подготовкой документации проекта. Однако поручение привести в порядок мемориалы и памятники, которые давал губернатор год назад, касалось не только Кормиловского главы. И все, кроме Леонида Матиенко, с задачей справились. Подтвердила это и недавняя комиссия. Хотя за год можно было решить бумажные вопросы и дать Кормиловцам возможность в 70-летний юбилей Великой Победы поклониться памяти предков у отремонтированного мемориала. Но ни одного запроса с просьбой выделить деньги или ускорить процесс согласования разрешительных документов руководители Кормиловского района нам предоставить не смогли. Прежде всего я вижу это без души чиновников. Это люди, которые до конца, наверное, не понимают того, что они должны были сделать для Победы. И если этот факт, мы установим, что за этот год практически ничего не сделано, а просто подкрашены трещины, хотя можно было сделать эту работу за год, однозначно можно было провести, Я буду жестко реагировать на такие факты и буду принимать все меры административного характера, которые необходимы, чтобы показать, что, во-первых, это память, это мы делаем все для людей, и это великая память о погибших. Здесь нельзя подходить формально, нельзя подходить без души, здесь нужно четко выполнять свои функции, которые тебе наделил народ. Это Полтавка, 13 гранитных плит, 405 фамилий фронтовиков. За каждым именем своя история жизни и свой путь к победе. На новом мемориальном комплексе выбиты имена тех, кто вернулся с войны, но не дожил до 70-летия со дня разгрома в фашистской Германии. Наш отец, Деденко Васильевич, танкист, фронтовик, который дошел до Берлина, он, конечно, останется в нашей памяти светлым, добрым человеком. Самое главное, он останется для нас солдатом. И сегодня мы на этих плитах увидели его фамилию, имя, возложили цветы. Новый обелиск в предпраздничные дни открылся не только в райцентре. В небольшом селе Андрюшевка Полтавского района теперь увековечены имена 39 фронтовиков. На мемориале в селе Лукьяновка Одесского района в преддверии юбилея Победы появилась еще одна памятная доска. На ней 170 фамилий тех, чьи имена удалось найти спустя только 70 лет после окончания войны. Теперь в списках 560 солдат-победителей. К празднику здесь уложили новую тротуарную плитку. Масштабные работы и в селе Песчанка обелиск отстроили заново. Вместо металлического памятника теперь кирпичный монумент. В плачевном состоянии находился и мемориал в селе Александровка Нововаршавского района. Реставрация ситуацию исправить бы не смогла, поэтому местные жители приняли решение установить новый символ Победы. А это Омск, парк 30-летия Победы. От момента возникновения идеи создания Вечного огня до ее полной реализации прошло всего два года. Был проложен газопровод, установлен газгольдер и монумент в виде звезды. И накануне Дня Победы в парк пришли тысячи амичей, чтобы принять участие в церемонии зажжения огня. Привезенное из Москвы пламя в специальном переносном устройстве доставили солдаты, отслужившие в Кремлевском полку. Это знаменательная дата зажжения Вечного огня. Вечный огонь в память о тех, кто своей жизнью сделал так, чтобы мы могли жить под мирным небом, могли работать, думать о будущем. Сегодня мы с вами отдадим самую дорогою. Это память о тех, кто погиб на фронтах, умер от ран в послевоенные годы. И этот Вечный огонь будет символом в честь их памяти. И этот Вечный огонь будет гореть здесь всегда, напоминая о том, что наши деды и отцы отдали жизнь за нас. И мы должны об этом помнить. Практически возродили мемориальные комплексы в соседнем Скрутинкой Калачинске. Полированные гранитные плиты с именами солдат, павших на войне, теперь будут освещать языки пламени Вечного огня. Четыре стелы символизируют четыре тяжелых военных года. На стенах выбиты почти 10 тысяч фамилий людей, которые ушли на фронт из Калачинска. Не только мы должны помнить, но и наши дети должны помнить о том, что была война, о том, что была победа, о том, что наши деды нас защищали когда-то. И теперь мы можем жить, радоваться, рожать детей, воспитывать, любить. Третий по величине мемориальный комплекс региона именно 9 мая открылся после реконструкции в Большеречье. На гранитных плитах высечены имена почти 8,5 тысяч жителей поселка, которые героически сражались против немецких захватчиков и не вернулись домой. В центре памятной композиции застыла фигура скорбящей матери. Это в первую очередь для нас, для наших детей, для наших внуков это потом будет, чтобы они помнили. Почему тогда Кормиловка застряла на этапе бумажных согласований, если все остальные, от маленького села до крупного райцентра, смогли найти средства и силы на реконструкцию памятных мест. Жители поселка связывают это с инертностью главы района и его традиционными ссылками на бюрократические проволочки. Так было и с бывшими зданиями первой Кормиловской школы. Одно из них собирались отдать под музыкальную школу, второе выставить на торги. В результате оба превратились в притоны для бомжей и наркоманов. О том, что мемориалу скоро понадобится капитальный ремонт, знали все, кроме, пожалуй, руководства муниципального района. Комплексу уже почти 50 лет. И построенный на кирпичной основе фундамент за эти годы просел. Со временем кирпич размок, разрушился, и его невозможно как-то восстановить. Предлагается только его совершенно, вот эту стену снести, реконструировать и в таком же виде новую поставить. За год, кроме строительной экспертизы, власти Кормиловки заказали эскизный проект нового мемориала. Мягко говоря, странное решение, учитывая, что этот памятник – объект культурного наследия. И менять его внешний облик при реконструкции запрещено законом. На этом активная деятельность по возрождению монумента закончилась. На данный момент нет ни сметы, ни плана работ. На вопрос, будет ли мемориал все-таки когда-нибудь восстановлен, Леонид Матиенко вроде бы что-то ответил, но ничего конкретного при этом так и не сказал. Вы извините, но мы не сидели, сложили руки, мы занимались. И что можно было, значит, мы делали. Если бы это было, как предлагали развалить и сделать, но есть органы, которые нас немножко в этом и поправили. Кто помешал? Все в документацию впирается. Все в документацию? Конечно. Поэтому не все зависит от нас. Комиссия обязала главу Кормиловского района в кратчайшие сроки подготовить проект и смету на восстановление монумента. Но для начала хотя бы выставить ограждение, чтобы мемориальная стена не рухнула на голову прохожим. Но какое же должно быть равнодушное и черствое сердце у чиновника, чтобы его приходилось заставлять сохранять святую память о Великой Отечественной войне. Субтитры создавал DimaTorzok